Здравствуйте, эфир телеканала Кубань24 продолжает специальный предновогодний выпуск. Главная задача всех последних дней у многих россиян это подготовка к Новому году. Но в силу занятости успели это далеко не все. Как и мы с тобой, собственно. Как и мы с тобой. Вот для этих людей как раз и посвящен наш сегодняшний выпуск. Да, друзья, всем привет. Мы сегодня расскажем, как украсить дом, выбрать, упаковать подарок. Подведем итоги 2019-го, который был прекрасен для многих. И познакомимся с символом наступающего года. Как ты думаешь, кто это? Боюсь предположить. Больше боюсь за тебя, конечно, чем за себя. И всеми силами, конечно, мы будем пытаться создавать новогоднее настроение. Будем вас веселить, развлекать, шутить. Поэтому оставайтесь с нами в ближайшие несколько часов. Ну и говоря о символе года, давай уже будем снимать интригу. Открываем карты, да, все-таки. Та-да-да, барабанная дробь. Это будет год белой железной мыши. Ну или крысы, кому как удобнее. Я сейчас действительно железную металлическую представила. Представила себе этого робота механически. Которая, слава богу, не двигается хотя бы. Просто просто живет. Но что мы знаем о символах года? Что мы знаем о мышах и крысах? О представителях, да? О представителях этого вида. Этой профессии хотел сказать. Виды и профессии. Давайте рейтинг самых популярных, самых известных мышей будем озвучивать. Ну и, конечно, самый известный мышонок это Микки Маус. На свет он появился в 1928 году. Взросленький, возрастной. На втором месте можно вспомнить мышонка Джерри из одноименного мультика. Это тот самый мышонок, который мучил кота Тома. И дальше наши родные хитрые мыши из кота Леопольда, с которыми никак не хотели дружить коты. А как их, кстати, звали? О, интрига. Это сейчас проверка данная, а то как-то мы хорошо знаем мультики. Проверка на возраст это была. Мы хотя бы помним этих персонажей. Следующие грызуны, это тоже мультяшки. Это грызуны-спасатели из любимого мною лично Чип и Дейла. Помнишь, там были гаечки. Гаечка. Гаечка, милая мышка, которая помогала. Мне кажется, ее любят все, даже я. Ну, даже ты. И мышь Рокфор, которая на сыр с ума сходила. Сыр, да? Даже летала по воздуху усы. Сыр, наверное, все помнят это, да? Глаза такие неестественные, зеленого цвета были. И завершает наш рейтинг мышка из сказки Репка. Помните, без нее вообще ничего не получалось. Помощница великая. Маленькая, но великая. Корнеплод не поддавался никак, пока мышка не пришла и не помогла всем вытащить его из земли. Вот такой рейтинг топ-5 мы вспомнили. Это с нашей точки зрения. Можете дополнить его теми мышами, теми персонажами, которых вспомните вы. Ну, а теперь, когда у нас есть собирательный символ, образ вот этой мыши, когда мы все о нем знаем, давайте знакомиться с реальными представителями этого вида. Ну, пойдемте же, да. Поможет нам в этом заводчик крыс Виктория Пичугина. Здравствуйте. И, конечно, в нашей студии Надежда Мызина. Проходи, Наташа, не бойся. Я очень аккуратно. Все, присаживайся. Как удачно у меня планшет в руках. Волнуешься? Очень, как никогда. Если честно, Надежда, здравствуйте. Я на вас буду смотреть. Виктория. И Надежда Мызина, астролог. Мы вас тоже приветствуем. Спасибо большое. Но давайте начнем все-таки с прекрасных представителей этого вида. Ты считаешь прекрасных все-таки, да? Ну, да. Они по-своему милые. И мне хотелось бы завоевать расположение символа этого вида. Виктория, милые у вас питомцы? Доставайте по одному. Пожалуйста. Нет, нет. Я правда не хочу. Я не буду, ребята. Пожалуйста. Нет. Я не буду. Это все. Не надо со мной. Пожалуйста. Возвращайся, Наталья. Нет. Мы не будем тебе передавать крыски. Я прошу, не надо, пожалуйста. Ну, ты не прикалывайся. Мы можем рассказывать про госсимвола. Пожалуйста, не думай дотрагиваться. Ты мне тоже не рекомендуешь это делать? Нет. Наталья, я прошу тебя, вернись и давай продолжим вести наш предновогодний эфир. Обещаю, больше я тебе не доверю. Да, обещаю. Она тоже тебя боится. А мы начнем общаться и узнавать о символе этого года. Все, что нам может рассказать, все, что знает о них Виктория. Виктория, вам слово. Кто это? Что это? Крыски, они очень милые. Умные животные. Так, это мы видим. Да. Вот. Представляют ли они опасность для людей, для женщин? Нет, они не представляют. Они практически не кусаются. Если они ручные, как бы приручаете вы их, они становятся лучшим другом. Вот. А как давно? Виктория, но вы же просто ломаете все стереотипы. Мне на вас просто смотреть кровью и сердце обливаются. Ведь все девочки боятся мышей, грызунов. Как так получилось? Не знаю. Я думаю, вы так с ними легко обходитесь. Я вот уже не знаю, куда убежать отсюда. Мышки это ваши первые питомцы? А, как это это смотри? Морские свинки до этого были. Ну, то есть тоже из отряда грызунов. Да. Как давно вы занимаетесь разведением грызунов? И кто есть в вашей коллекции? Я вижу, что даже в этих клетках разные представители разных цветов, разные уровни, не оперения, а шерстения. Это я занимаюсь больше трех лет уже, как грызунами. Это какая-то коммерческая составляющая или это просто вам нравится и вы любите за ними ходить? Я занимаюсь, продаю, как бы бизнес там. Бизнес небольшой, я понял. То есть а спросом пользуются, да? Конечно. А кто приобретает и для кого? Это в подарок? Насколько вообще уместно? В подарок в любимцы берут, на разведение там берут как бы. Хорошо. А мама вам разрешает это делать вообще? Мы с мамой вместе. Как так можно вообще? Это так раз называется черный графитовый. У него на пузике белая пятушка. Очень милый пупс. Да, хотелось бы его потрогать, но вижу, что Наташа не горит желанием, поэтому пусть он будет лучше в ваших руках. Ну, давайте тогда поговорим и, может быть, о астрологической составляющей. Надежда, вопрос к вам. Чего нам ждать от этого года? Я вижу, вы тоже немножко волнуетесь. Не немножко, я бы сказала. Но держит себя в руках. Мы с вами в одной команде, вы вообще молодец. По крайней мере, никто не выходит из студии, Наталья. Да, прости. Зажалась, но сижу. Все в порядке, он не представляет опасности, как нас убедили. Да, сказали, иногда кусаются. Ну, я думаю, да, под опытным руководством мы не выпустим мышонка далеко. Давайте поговорим. Ну, если не о символе этого года, то вообще чего нам ждать от предстоящего года? Ну, год на самом деле будет очень интересный. Очень много будет интересных событий на звездном небе. В этом году нас ждет целых шесть затмений. Это больше обычного? Да, обычно где-то четыре бывает, но иногда пять. В этом году будет шесть. Это в положительном ключе вы говорите? К чему готовиться? Или это подстережение? Нет, ну подождите. А затмения тоже несет очень позитивный характер. А если правильно настраиваться и понимать, в какие затмения можно действовать, то можно запускать очень положительные циклы на 18,5 лет. Поэтому затмения, ну, иногда надо пользоваться. Но не всеми, да? Иногда затмения бывают очень сложные. Вот первое затмение у нас 10 января будет сложное. Поэтому вот в районе 10 января лучше посидеть дома. А вот эти сочетания цифр 20-20, что вы о них скажете? Красивое сочетание, однозначно. Но в плане, это как нумерологический код идет к астрономическим расчетам, это не имеет никакого отношения. Не имеет отношения. Просто красиво и чисто. Я знаю, для кого это имеет особое значение. Это для молодоженов. Для молодоженов однозначно. Все стараются выбрать даты, которые были бы наиболее красивыми и зеркальными. А почему ты, кстати, не выбрал 20-20? Не было сил терпеть? У меня другие были, скажем так, приоритеты, прерогативы. Итак, что же эти цифры как комментируют в месте, где сочетаются браком? Вот сейчас узнаем. Евгения Александровна Тиводар на связи с нами. По красивым цифрам хотели бы поговорить. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что выходите на связь с нами. Вот расскажите, с одной стороны, год 2020 будет красивым с точки зрения нумерологии, как мы только что выяснили. А с другой стороны, для людей суеверных, он високосный. И, насколько я знаю, народные поверья не рекомендуют в этот год жениться или выходить замуж. Будет ли в этой связи, прогнозируете ли в этой связи больше или наоборот меньше свадеб? И уже на сегодняшний день бронируют ли какие-то даты 2020 года для того, чтобы сыграть свадьбу? Ну, у нас же поменялось законодательство, все об этом знают. И с чем заявления молодые люди могут подать за год до регистрации брака. Поэтому, конечно, все красивые даты, которые предстоят в 2020 году, можно сказать, что уже разобраны. 20 февраля 2020 года, 20 июня 2020 года молодожены подавали практически за год, за 11 месяцев до этой даты. Да, всегда високосный год мы видим небольшой спад среди желающих вступить в брак. Но в этом году, наверное, его также следует рассматривать не так, как високосный, потому что это просто очень красивая дата, что-таки бывает раз в тысячелетие, это, наверное, такая цифра. Но все-таки о том, что был демографический спад в 90-х годах, нужно об этом не забывать. И молодых людей несколько меньше, поэтому и, соответственно, желающих вступить в брак будет меньше. Но, учитывая наши миграционные процессы в Краснодарском крае, я думаю, что это не сильно отразится на нашей статистике. Цифр 20 в году не так много. Будет ли очередь? И как успеть поженить всех желающих? Будет ли дополнительная нагрузка в эти красивые даты на работников ЗАГСа? Конечно, конечно. В такие даты всегда дополнительная нагрузка, всегда пар больше, чем в обычные дни. Мы всегда идем навстречу молодоженному. Максимальное возможное время, которое возможно задействовать в эти дни, мы отдаем даже в строительные перерывы. Технические перерывы задерживаемся после работы для того, чтобы максимальное количество желающих регистрировалось в тот день, который они для себя мечтают, выбрали. И имеют понимание, что регистрация брак должна состояться именно в этот день. С учетом того, что у нас три зала работают во дворце, я думаю, что мы до 90 пар сможем зарегистрировать в красивые даты. Ну а мы желаем вам в новом году, чтобы все пары, которые посчитают нужным, необходимым, зарегистрировали свои отношения, конечно, обращались именно к вам в самый красивый зал нашего Краснодара, Краснодарского края. Спасибо вам большое. Ну знаешь, обычно желают поменьше работы, в вашем случае побольше работы, чтобы больше семей образовывалось в следующем году. Конечно, вы со всем справитесь. Ну а всем молодоженам, кто примет для себя такое судьбоносное историческое решение, желаем счастья. Вот, кстати говоря, когда лучше вступать в брак, а когда лучше этого не делать, Надежда, хотелось бы узнать и ваше мнение по этому поводу. На самом деле, да, есть определенные моменты, когда не стоит сразу бежать в ЗАГС. В май и июнь 2020 года будет у нас ретроградная Венера. Венера у нас отвечает за чувства, за партнерские взаимоотношения, и это не самое благоприятное время для росписи в ЗАГСе. Поэтому здесь я бы рекомендовала подумать. Но если люди идут уже в повторный раз расписываться, то это еще допустим не страшно. Это уже люди опытные, Теоргий Николаевич. Послушайте, ну сначала всех пугал Меркурий ретроградный, да, сейчас что, Виктория будет или что это? Правильно я слышу? Ну Меркурий у нас всегда три раза в год ретроградный. Главное им правильно пользоваться, ничего там страшного абсолютно и нет. А также будет ретроградная Венера и ретроградный Марс. У нас, говорю, очень богатый год на события. А что хуже? Да нет, нет ничего хуже. Все относительно, Наталья, все относительно. Ретроградная фаза говорит, мы немножко просто замедляемся и доделываем определенные вещи касаемо этой планеты. Если говорить о знаках, о стихиях, мы распределим, чтобы не перечислять все 12, какую-то общую установку, кому в чем повезет. Мы не говорим о негативных каких-то новостях, может быть у кого-то в экономическом плане будет все хорошо, в личной жизни, в работе, карьере, путешествия. Кому что, к чему прислушаться? Ну, легче будет, конечно, какие-то позитивные возможности для земных знаков. У них будет больше шансов для каких-то реализаций своих, но немножко будет сложнее, наверное, козерогам, те, кто родился в последние дни знака. А давайте еще земные перечислим быстренько. Земные знаки? Это почему вы говорите? Дева, телец, козерог. Значит, им, у них все хорошо, да? Да. Немножко сложно будет раку, те знаки, которые... Особенно без воды. Ну, рак, кто родился в последних днях рака, это вот июльские, да, там с 15-го, где-то по 22-го июля. У них будет очень сильный такой пересмотр жизненных ценностей, семейных таких вот традиций. Немножко будет сложно, но каждые наши сложности нас вводят на новый уровень. Финансовый год для кого хорош? Ну, финансовый будет, наверное, телецам в плане пересмотра, да, то есть будут какие-то возможности для каких-то изменений. Но так, конечно, надо смотреть индивидуальный гороскоп. Вот вы знаете, я уверен, что будет всем хорошо, если завоевать расположение символа года. Возвращаемся к нашим мышкам и крыскам. Виктория, расскажи, как получить, завоевать расположение мышки, крыски и как вообще, принимают ли они хозяев над собой или они остаются независимыми до конца животными? Они очень привязываются к хозяевам, на самом деле, когда вот каждый день берете в руки, ласкаете, кормите с рук, купать крысок. Не надо? Не надо. Бояться надо. Виктория. Покушение на Наталью сейчас произошло так. Выбирает себе новую хозяйку, судя по всему. Если их приучить, они могут откликаться на свою кличку. Даже так? Здорово. Ну что ж, давайте будем продолжать знакомиться с представителями этого года, этого символа. Ну а сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой продолжим знакомиться с представителями знака предстоящего года и поговорим с психологом, узнаем все подробности наших опасений, предсказаний, предпочтений. Все это нам расскажут буквально через минуту знающие люди, знающие эксперты. Дождитесь. Предпраздничный эфир телеканала Кубань-24 продолжается. Как и обещали, подключаем к нашей беседе психолога, который поможет нам разобраться в наших страхах. В моих страхах, конечно. В Натальшинных страхах непросто дается всем нам этот эфир. Но мы рады представить Чепелеву Ладу Металовну, заведующую кафедрой социальной работы психологии и педагогики высшего образования Кубанского государственного университета, кандидата психологических наук. Приветствуем вас, Лада Металовна. Лада Металовна, что же со мной такое происходит? Как это можно объяснить? Я правда не могу объяснить свою паническую вот эту реакцию. Как так? Почему? Я думаю, что это из детства, возможно, у вас были какие-то... Ну, значит, именно с мышами у вас были связаны какие-то негативные эмоции, восприятия. Ну, а если в целом, если на мне не зацикливаться, это же распространенная довольно-таки реакция женская на грызуну. Ну, она не только женская на самом деле. Серьезно? Мужчины тоже боятся? Вообще любой человек может чего-то бояться, чего-то не бояться. Это индивидуально. Да, действительно, грызуны относятся тоже к одной из категорий. Фобий такой, да? Да. Ну, не всегда именно фобий, то есть это скорее страхи. Но хотя бывает, что доходит и до фобий. Я не знаю, как бы сложно сказать, чем именно. Наверное, у каждого это индивидуально. Ну, мне кажется, что во многом это связано с тем, что вот у этих замечательных, да, вот таких вот... Не двигайте лишний раз. ...моей зайки. То есть вот мышек, точнее, это даже вот крысы декоративные, да, у них есть или прородители, или собратья, которые, в общем-то, достаточно действительно бывают опасны. Допустим, если говорить о крысах, и если говорить о мышах, то тоже это и перенос заразы и так далее. И зачастую нам с детства это передают. Все-таки символ года, хотим мы того или нет, нравится он нам или не нравится. Он потрясающий. Вот, видите, какие полярные мнения у нас получаются. Но скажите, как верить в символ года, верить в гороскоп, верить в нумерологию, это характерно для многих людей? Это норма или не норма? Как считаете? Это норма, это норма. Каждый человек, знаете, как говорится, помните, как Воланд у Булгакова, он говорит, каждый человек верит. Один верит в то, что Бог есть, другой то, что его нет. Так и все остальное. Мы все во что-то верим. И, наверное, вот то, что касается именно той части гороскопов или там астрологии, которая связана с символами, в это, наверное, ну, я не скажу прямо верят-верят, все по-разному. Но, по крайней мере, придерживаются этого, дарят друг другу подарки в виде символа года, надевают одежду определенную, как предписано астрологами. Вот эту символику, ее любят и придерживаются этого очень и очень многие. Хотя могут, ну, это не обязательно, если я там надену на Новый год, ну, или мышиный наряд, или, как говорят, что надо там в каком-то стальном там платье, цвете или в белом, что я сугубо верю, что если я этого не сделаю, то год у меня просто пойдет на нет. Но, тем не менее, соблюдение неких ритуалов, это игра, играть мы любим. Да. Вот, кстати, еще многие верят в то, что все пойдет не так, потому что впереди високосный год. Ваше отношение к такой формулировке еще вот. Ну, просто вот зависит это от того, как ты относишься, да, к году? Или, ну, високосный-високосный, ну, что с ним? Подумаешь, лишний день, да? Ну, да, 31 мая, да. Знаете, ну, вообще, да, високосный год он более тяжелый всегда, как-то так уже исторически сложилось, но это не значит, что он обязательно плохой. Видимо, как-то вот, мне сложно объяснять, я не астролог, да, то есть, ну, просто действительно... Но это настрой, самонастрой, отношение такое? Кстати, сложно сказать, от настроя зависит вообще очень много. Грубо говоря, если я себе даю негативную установку, то без разницы, високосный год или невисокосный год, если я уже иду с настроем на то, что все будет плохо, будет все плохо. Тогда мы настраиваемся на 20-й год позитивно сейчас. Я считаю, что 20-й год должен быть, он просто обязан быть шикарным. Лучше, чем все предыдущие. Как, в принципе, и каждый последующий. И это во многом действительно зависит от нас. То есть, свою жизнь делаем все равно мы сами. Как говорится, на крысу надейся, да, то он сам не плашает. Ой, я бы не надеялась на крысу, знаете. Ну, я не только на этих, я имею в виду. Надежда, а ваше мнение, как астрологам, как можно повлиять на свой гороскоп, если даже вдруг он складывается не так, как нам хотелось бы, не совсем благополучно для определенного знака? Можно что-то с этим делать? Я согласна полностью, что это символика, в которую мы верим, да. Я, наверное, отношусь к тем астрологам, которые говорят, что здесь действительно нам навязан этот китайский календарь. И здесь нету каких-то таких ритуальных вещей, что в чем встречать, что есть, что можно. Это чисто вот наши какие-то поверья. То есть здесь никаких вот действительно таких вот значимых вещей нет. А в том, чтобы изменить гороскоп, да, я согласна полностью, что мы можем менять свой гороскоп. Потому что у нас есть сценарий судьбы, но мы готовы его менять. Потому что главная роль, ее можно сыграть по-разному. И когда мы знаем какие-то позитивные, какие-то наши страхи, комплексы, с которыми мы можем бороться, выходить из зоны комфорта и выходить на новый уровень, то тогда и все следующие годы будут у нас складываться намного позитивнее. И, Виктория, к вам у меня вопрос. Вот все позитивно, такие милоши. Все гости согласны, что ваши питомцы просто чудеснейшие. Но неужели они ни разу не нашкодили, не принесли какую-то пакость, не погрызли чего-нибудь дорогое для вас, ценное? И как их наказать за это? Грызли у меня провода и обои. Вот, есть же все-таки справедливость. Небольшой вред все-таки есть. Небольшой вред, да? Ну и как вы наказываете? Прощаете все? Прощаю. Это же грызуны, как их наказать. А польза какая? Вот, допустим, если собачка, кошечка, ну, собачка может там, ну, тапочки принести, кот ластится, с ним мягко, тепло. Мыши ловят опять же. От крысы что? Ничего он не ловит домашних. От что? От крысы что? Крыса, крысу можно надрессировать. Да. Что она делает у вас? Вот, допустим, вы берете вкусняшку, показываете вкусняшку, допустим, кружочек. Она проходит кружочек, далее вкусняшку, и так дальше. Выполняет трюки. А что вкусняшка в этом случае? Сырок. Мясо, может быть, кусочек маленький совсем, что еще? Ну, то есть то, что мыши и крысы любят. Сыр это миф? Сыр не любят? Сыр любят, но в маленьких количествах нужно давать. Главное не перекормить. А что-то с вашего общего стола, так сказать, они и хотят. Макарошки любят. Макарошки? Да. А, очень любят макарошки. Теперь все знают, как задобрить. И прокормить. Виктория, но все-таки для тех людей, кто соберется дарить в Новом году мышку или крыску, мы знаем, что даже по результатам опросов различных сайтов и сайтов объявлений очень вырос спрос на мышей и на крыс. Согласитесь? Да, живых, конечно. У вас тоже перед Новым годом, наверное, ажиотаж, бум. Конечно. Какие самые бытовые, самые базовые условия, что нужно создать, какой комфорт нужно обеспечить грызуну, чтобы ему хорошо жилось? Клетку. Чем больше, тем лучше, конечно. Ну да, не такую, потому что это переноска. Трехкомнатную квартиру. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, да. Справедливо. Древесный наполнитель. Тут вон он лежит. Поилка, кормушка. Корм. Специальный. Да, специальный корм. Продается везде в магазинах. В общем-то, как и со всеми, да? Со всеми домашними питомствами. Ну что ж, спасибо. Ну и финансовая такая общая составляющая, буквально, коротко. Во сколько это обойдется, содержание? Недорого. Как бы... Недорого. Пачка наполнителя где-то 50 рублей, наверное. 50 рублей в месяц? Ну нет, 50 рублей. Только пачка наполнителя. Корм рублей 500 в месяц, наверное. Тем не менее, все очень бюджетно и доступно. И порванные провода. Если не выпускать из клетки, то провода будут в целости. Ладно, почти уговорили. Сойдемся на том, что мышка, крыска, любой грызун – это подарок не для всех, не для каждого. Изучите внимательно пристрастие и пожелания тех людей, кому мы хотим сделать приятно. И, конечно, помните об этом в наступающем году. А мы благодарим наших гостей. У нас в студии были заводчик крыс Виктория Пичугина, астролог Надежда Мызина и психолог Лада Митална-Чепелева. Спасибо вам большое за то, что рассказали о прогнозах, познакомились с символом года и рассказали, как всему к этому относиться. Ну а наш предпраздничный эфир набирает обороты, и мы совсем скоро увидимся.